Ребята, сейчас будет первое знакомство с океаном. Я живу возле моря, но океан я никогда не видела больше. Кате за два месяца в одиночку удалось посетить Вьетнам, Бали и другие страны Азии. Ей пришлось общаться с местными с помощью жестов и улыбок, а также пробовать локальные блюда. А главное, все это она сделала бюджетно. Пойдемте пообщаемся. Вьетнам, Карина Терентьева Иными словами, скучать Карине не пришлось. Каждый день новые знакомые, которые в случае чего готовы прийти на помощь. Что удивило девушку, это реакция местных на европеек. Все смотрят, все восхищаются, потому что, ну, в принципе, для всех белые девушки, белые мужчины, типа, вау, там, очень необычно, да, фотографируются с тобой. Но такого, как у нас нет, типа, эй, там, присвистнуть, как-то там, красавица. Есть фильм «Малена», когда она идет, на нее все смотрят, потому что она очень была красивой. То же самое и в Азии. Ты идешь по улице, а потом все на тебя подачиваются и смотрят. Питалась Карина в основном локальными фруктами, овощами, морепродуктами и, конечно же, рисом. А ночлег выбирала по настроению. Когда останавливалась в бюджетных хостелах, когда у хостов. Это люди, которые принимают у себя каучсерферов. В сравнении с Украиной стоит это все относительно недорого. Можно купить ананас на рынке за 10 гривен, можно купить кокос за 10 гривен, разные экзотические фрукты, манго. В Европе там дешевый хостел, допустим, 30 евро, а в Азии 3, 5, 10 долларов. Вот тут так, с головой, и там хорошие условия, чисто. Автобусная остановка! Во время отпуска, помимо наслаждения живописными рассветами, закатами, покорения волн на Створфе, Карине пришлось не раз разочароваться. Например, девушку расстроили горы мусора на улицах и на побережье во Вьетнаме, Таиланде и в Индонезии. Мусор везде валяется. При мне маленький мальчик бросил бутылку в реку, и в океан как-то принес очень много мусора, и очень грустно, конечно. Передвижение между странами Азии недорогое. Повсюду летают лоукостеры. Что касается перемещения внутри городов, там существует бюджетная аренда мопедов. Важно отметить, что брать с собой необходимо только рюкзак с двумя комплектами одежды. И не забыть таблетки от отравления. Местная пища зачастую бывает непривычной для европейца. Исходя из опыта Карины, если экономить на 8 тысяч гривен, в Азии можно спокойно прожить целый месяц. Нарина Щеглова, Юрий Шинкаренко, телеканал Репортер.